Привет, привет! Итак, мы появляемся здесь, окруженные врагами, запуститься по этой лестнице и перестрелять этих ребят, отобрать у них оружие. Ну и более-менее. Все хорошо. Да, вы могли заметить новую менюшку вначале, но об этом потом. А пока что здесь из пола появляются три импа, и мы идем вот сюда, разобрать супер дробовит и, разумеется, еще пострелять. Здесь мы видим красный ключ, мы его возьмем немножко позже. Здесь как и демон. Так, пересекая линию вот здесь, мы откроем стену, за которой два спектра. И нашел выстрел, должна, да, прийти тевтелька. Забираем тут все вкусности. На потолке можно видеть плиты, которые превращаются в крашеры, если пройти под ними, так что аккуратнее. Вон за той стеной из плоти прячутся импы, проняют из-за нее. Но, благо, мы тоже можем уходить. Не стоит падать в эту яму токсично, потому что из нее выхода нет. Коварно, но что уж поделать. Итак, здесь есть несколько опасный, но очень важный переключатель. Опасный вот почему. Если не предугадать, то можно упасть туда. Итак, а чем он важен? Он открывает порталы. Вот в этом секрете. И вот в этом. И вот в этом. Далее портал открывается вот в том углу. Попасть мы его не можем сюда. И зайдем в него снова, чтобы получить красный череп ключ. Но это еще не все. Позже покажу еще. Далее мы поднимаемся здесь, нажимаем на это переключатель. И здесь открывается стена. Порой дает нам вот это. И доступ к переключателю, который открывает синий ключ в соседнем дворе. Ну а за этой стеной прячется барон. Мы его забьем, потому что почему бы и нет, у нас есть дирсерф. Ой. Мне повезло, но да ладно. Итак, последнее, что делал по переключательным пещерам, это опустил эту мегасферу. И здесь за чем-то куча-куча бфг. Пройдем сюда и... Здесь миллиард импов. Пошли их убивать из ракетницы. Ну, собственно, это вся секретная область. Уходим обратно. О! Пока демон еще и тефтельки присоединились. А вообще какого черта? Да. Так ты выжил. Да ладно. Теперь мы спускаемся вот сюда. В этом дворике появляется синий ключ. Он был приподнят, там где Сталина. Мы нажали кнопку в комнате с берсертом и таким образом его получили. Итак, синим ключом мы идем вот в эти двери. Нажимаем их. Слева должна быть группа ребят. Здесь можно особо не экономить амуницию, потому что ее здесь очень много. Поднимаемся вот сюда. Можно вот в этом углу спрыгнуть так, чтобы получить доступ к синей броне. Это не секрет, но... Чего бы и нет. Так. А здесь вот лежит бензопила, если она вам нужна. Мы идем сюда. Клянем этих ребят. И вот здесь самый неочевидный секрет на уровне. А может быть даже во всем моппаке. С еще одной БФГ и мегасферой. Я все стены истыкал, чтобы его найти. Ну да ладно. Почему бы не взять БФГ и не сделать вот так? Прекрасно. Итак, вот желтый ключ. И как вы думаете, как его взять? Может вот так? Нет. Может с этой стороны? Нет. Может где-то есть переключатель? Не угадали. Это делается вот таким вот образом. Прекрасно, правда? Ну ничего. Мы теперь идем обратно. Нам нужно катакомбы, в которых мы не так давно были. Вот сюда. Аккуратно, не падаем. Помним об этом. Теперь мы открываем эту дверь. Есть теперь смысл свой идти. Биваем тут всех монстров. Берем этот костюм. Пригодится. Для финальной зачистки. Забираем здесь положенную винтовку и нажимаем кнопку. Убили все здесь. Мост построен. Прекрасно. Можем идти в этот портал. Появляемся. Стартовые локации. И да, придется чесать обратно. Так. Другую сторону. Так, проверим. Все есть. Все есть. Замечательно. Ой. Не та кнопка. Да что ж такое? Не та кнопка. Случается. Я хотел закрыть интерфейс, переключить обратно, но что-то защупать клавишу не могу. Аккуратненько идем вот здесь. Открываем вот все вот эти стержни. Можно, конечно, не все, но люблю открыть всех. Собственно, да. Вот такой вот уровень. Не скажу, что он прям сильно интересен, но в нем есть некоторая динамика, скажем так. Странные секреты, опять же, немножко. Но это касается вообще всех уровней в этом моппаке. Они странные. Может быть, для тех годов это было, конечно, и интересно, но сейчас это больше, я не знаю, археологический интерес представляет, наверное. Ну да ладно. Так вот. Тот лаунчер, который я использовал, это вот не особо помню, как он называется, но он классный. Имеет вот такой вот вид под DOS и приятную музыку. Ссылку, я думаю, оставлю в описании. Ну да ладно. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.